Когда Бог спускается на землю, все предполагают, что все это заметят, и все настолько, блядь, самоуверенные, настолько самомнение обладают, все, даже продавщица, все говорят, я его узнаю, хуй ты его узнаешь. Потому что если он спустится, а спустится, скорее всего, его представитель, скорее всего, точно, спустится его аватар, который будет подсоединен к божественному личности в виде полубога, а тот подсоединен к Творцу, и они неотделимы, ты хуй его распознаешь. А почему ты хера распознаешь? Потому что, когда они спускаются сюда, они, блядь, сука, тебя не молния, блядь, поражают, блядь, не какая-то хуйня, блядь, с тобой-то происходит, понимаешь, как вот в фильме нас показывают, там, знаешь, Зевс, блядь, молдью тебе в голову, блядь, нет. Он спустится, как обычный человек, и ты его не распознаешь, никакая энергия из него исходить, ничего не будет. Он будет, как обычный человек. Его можно будет отличить только потому, что он говорит, и только по его делам. Делам, потому что он говорит. Ну, дела говорить, на самом деле, это одно и то же практически. Так вот, да, для определенных людей он будет что-то излучать, но это будет, вот это излучение, оно будет не то, что, блядь, ты, сука, вышел, и тебя, блядь, там, отдало светом, теплом или еще какой-то хуй, нет. Это будет настолько банально. Просто ты, посмотрев его видео, посмотрев его через телевизор, увидев его вживую, ты просто проникнешься его настроением, его состоянием проникнешься, состоянием. По-другому ты его никак нихуя не узнаешь. Ты понимаешь, он зайдет в магазин, и ты его не узнаешь? С какого хера ты его должен узнать? Что у тебя на лбу должно вырасти, чтобы ты его узнал? Понимаешь? А все, у всех такое охуенное самомнение, блядь, книжек начитались, блядь, что, блядь, Бог, блядь, приходит и, блядь, все узнает, да хуй. Ты, блядь, просто тебе засрали голову. Ты его никогда не узнаешь. Большинство людей его не узнает и не признают. Он среди вас будет ходить, и хуй вы его узнаете. Потому что он так же, вот эти боги, они будут точно так же играть в эти игры. И спустится аватар бога вселенной. И это все равно высокая личность, развитая. И он спустится и будет продолжать играть в эту игру, как играют обычные люди. Эта игра вот у нас, это земля. И он так же сыт, он так же срет, у него так же говно из жопы будет выходить, понимаешь? И он так же ест. Ничего не изменяя, не меняется. То есть, ты даже не увидишь. А все думают, что он срет святым духом. Ну, вернее, срет, блядь, сколько чем там, ромашками, да? Пердит святым духом. И водой вообще еду вообще не ест, да? То есть, она ему не нужна. Хуй. Все на этой земле подчиняются правилам земли. Она так создана. И создана высшими богами. Двумя. Правила не нарушаются ни в угоду никому. Они продолжают действовать. Поэтому вот эти эгоистичные заблуждения, что ты все узнаешь и все увидишь, когда ты увидишь, с хера ли ты увидишь? Его религиозники не распознают. Они его еще и казнят. И гонять будут его. Представителя бога. Потому что он будет выглядеть, как обычный, обычный человек. Но он будет необычен тем, что он будет необычные вещи говорить. Скорее всего. А говорить он будет, потому что его задача прийти и не просто молчать, а прийти что-то делать. То есть делание, делание, делание. Вот. Так что подтерите свои сопли эгоистичные. не узнаешь ты его. Потому что 90% населения, 99%, крепко-крепко, крепко-крепко-крепко, крепко-крепко-крепко, крепко-крепко, очень крепко, спит. Как ты можешь его узнать? Ты во сне. А во сне ты можешь только увидеть аффирмации ума. То, что тебе ум насыт в глаза, насыт тебе в голову. Вот ты это и увидишь. А ты его не увидишь. Ты должен вначале осознать себя, пребывать хотя бы в какой-то мимолетной осознанности. И только когда ты начнешь пробуждаться, ты начнешь его видеть. И ты начнешь его видеть не как, допустим, Бога или еще что-то, ты начнешь его видеть как что-то необычное, как состояние. Ты просто начнешь видеть его состояние. Даже, может, ты и не будешь понимать, что это Бог. Просто состояние будет давать он определенное. Так что попробуй увидеть, да? А Творцу сюда спускаться незачем, потому что Творец создал все. И Он создал Богов своих представителей. И Он создал нас, своих же представителей, только спящих. По образу и подобию ему незачем сюда спускаться. А спускаются представители, которые наделяются определенными полномочиями. И нету там такого, как Бог пришел и всех поразил молнией, болезни милищиковые тхуни. Тоже все пиздеж. Элементарно мы можем вспомнить такие более правдивые истории, допустим, как с Кришной Веды. Мы их называем индийские, но ни хера не индийские, потому что если ты посмотришь, что пандавы, когда они всю землю захватили, ну как бы завоевали, они всю землю объезжали, как бы свою власть устанавливали, то получается, что вся земля была не индусская, а просто земля. это бы сейчас нас, вот этих плебеев, разделили на границы. По сути, границ никаких не существует, потому что у богатых людей границ не существует. У них есть частные самолеты, которые летают без границ. Границ для них не существует. Они куда хотят, туда летают. Границы это только для нищего людо. Так вот, поэтому бог, например, будет действовать как Кришна. Кришна молнией ни в кого не металл, он просто жил, наслаждался, но просто в этот момент происходили такие события, которые делали люди. Именно люди делали. И вокруг Кришны были его приближенные из тех миров. И он собрал всех этих приближенных, которые здесь воплостили, и которые делали здесь всю эту дичь, которая происходила на земле. Это война. Курукшетра и все такое. А Кришна ничего не делал. Он наслаждался. Он ни молнии, ни металл, ничего не делал. По сути. А все это делали его приближенные, которые всю катавасию замутили. И то, если мы рассмотрим эти веды, хабхарута, то Бога, как Кришну, увидели всего не несколько человек. Даже на поле Курукшетры всего лишь два или три человека его видели. Учитель, Бишма и Арджуна. А все остальные его не видели. Если я не ошибаюсь. Поэтому с хера ли ты его увидишь? Не увидишь. Это будет обычный человек, которого, возможно, ты пошлешь нахуй. Как сделал дурь отхам. заблуждайся. Ставь лайки, пиши комментарии. Если у тебя пуха норвет, пиши комментарии. Если благодарность, тоже пиши комментарии. Всем спасибо. Подкидывайте, кто может, донаты. Помогайте развитию канала. Спасибо. Всем пока. подкидывайте, поможем. Продолжение следует...